Так, вот так. Фердаус Ильясова сама растопила все эти самовары. Научилась она это делать в детстве. Навыки не растеряла, потому как у самой дома есть три самовара, которые не пылятся в кладовке. Если у нас зимой, это когда день рождения, как праздники, а летом, если начинаем уже как весной, мы постоянно в огороде уже с самоваром, постоянно пекетим воды. Ну, полезно и детям полезно, и самим полезно. И вкусно. Запах тлеющих щепок и углей быстро окутал помещение, где проходило чаепитие. Собрались здесь представители всех национальностей, которые проживают в Сухаревском поселении. Вообще Сухарево можно назвать селом дружбы народов. Здесь такие праздники проходят постоянно. Прям так хорошо. Все вместе, все дружно. Все и русские, и татары, и крещеные, и армяны. Все-все-все в ее национальности. Вольно хорошо. На этом празднике представлены самовары не только различных форм и объемов, но даже эпох. Есть самовары 90-х годов, есть 40-х, но отдельного внимания заслуживает вот этот медный самовар. Произведен он в 1860 году. Раритет удалось найти в Заинском районе. Неважно, 19-го века самовар или 20-го. Главное, сам процесс. Ни один электрический аналог не сможет создать конкуренцию. И нравится очень. Это у нас ведь было гостеприимный. Как гость пришел, так самовар на столе кипит во все. До тех пор, пока капли воды в нем нет. Очень даже хорошо мы его упоминали. Но сейчас чайник все равно нам не нравится. В кипятиш налил, стоял. К тому же тепло и он. Вот и горячего. А воем все время горячее было. У нас была душа горячая, и самовар горячий. И сейчас же мы горячие, что же мы старые. Глава сельского поселения не только посещает такие праздники. Он их организовывает и принимает активное участие. Танцует с односельчанами, играет на гармонии. Он автор идеи проведения Дня Нептуна, где сам играл главную роль. Сельчане должны быть интересные мероприятия, нестандартные. Стандартные мероприятия люди уже не посещают. А когда нестандартные мероприятия, и народ приходит, и совсем другие отношения между ними. Сейчас в Сухарево планируют проведение очередного праздника, 23 февраля. Организаторы хотят провести в поселении соревнования по биатлону и шорт-треку. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Рафаэль 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 Р